Казахстан 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 советского населения в необходимом нам направлении. Мы верим в ваши способности. Надеемся, что наше задание вы выполните образцово. Мы плавим сталь и воспитываем детей, отправляем к звездам космические корабли и растим хлеб. 25 миллионов гектаров занимает в нашей республике не знающее с ними пшеничное поле, имя которому целина. Оно создано по воле партии, руками советских людей. Правдивая информация о советском образе не на шутку тревожит идеологические центры западного мира. Они стремятся вызвать подозрительность и недоверие к советскому государству. И поэтому в широких масштабах прибегают к идеологическим диверсиям. В их распоряжении научные центры, кибернетические машины, миллионные тиражи книг, газет, журналов, радиостанций и телеэкраны. Но не брезгуют ловцы человеческих душ и таким письма по вымышленным адресам. Кто-то все равно получит и прочтет их. Они надеются на удачный посев и верят, что будут всходы чертополоха. Его зовут Джекоб Козел. Редактор и диктор радиоцентра США на Филиппинах. Выдворен из СССР за контрабандный провоз в Алма-Ату целого чемодана идеологически вредной литературы. И это турист из Соединенных Штатов. Корнелиус Крам. Деятель Менонитской церкви. Его тоже пришлось выдворить из нашей страны за противозаконную деятельность. Если бы люди не путешествовали, откуда бы они узнали, как удивительно и прекрасна планета Земля? Разведка западных стран живет по иезуитскому принципу. Все средства хороши для достижения цели. Главное – растлить человека. Пусть его руки потянутся к тряпкам с модными этикетками. Пусть в глазах его отразится блеск хрома импортных часов. А дальше? Дальше считают они все просто. Корысть и жадность непременно развяжут языки, толкнут на дорогу предательства и измены. Этот чемодан принадлежит туристу. Звукозаписывающая аппаратура, тысячи рублей советских денег, пленка с репродукциями порнографических изделий. Турист объяснил. Магнитофон для записи казахской музыки. Деньги на сувениры. Споткнулся он только на вопросе, для чего привез в нашу республику шедевры порнографии. Смутился, когда из недр его чемодана извлекли фотографии бесноватого фюрера. И замолчал, когда вскрыли тайник, замаскированный в обложке блокнота. Здесь говорить было нечего. Номера белой эмигрантской газетенки «Воля», полные клеветы на наш строй, на наш образ жизни, говорили сами за себя. Это тоже был сеятелем. Если раньше все операции иностранных разведок строились, как правило, на нелегальном переходе границы, то сегодня, с ростом туризма, торговли, самых различных контактов, все шире стали использоваться легальные каналы. Через них осуществляется сбор информации военного, экономического и политического характера, вербовка агентуры. Из инструкции ЦРУ «Идите в рестораны, в кафе, в пивные бары». Люди болтливы. Здесь вы можете услышать о том, что хранится за семью печатями. Бдительность. Вроде бы каждый знает. Не надо говорить лишнего. Хвалиться тем, что знаешь нечто неизвестное другим. И все-таки об этом забывают. По документам, эта женщина – туристка. По профессии – агент одной из разведок. Трижды она была в нашей республике. Она верила в успех, но оказалась пойманной с поличным. Аппаратура, привезенная ею для вероятных своих агентов, пополнила выставку шпионского снаряжения. Мы встречаем гостей и сами любим путешествовать. Тысячи казахстанцев ежегодно выезжают за рубеж по туристическим путевкам. И здесь к советским людям самое пристальное внимание. По туристической путевке ездил Марокко и Виталий. Ну как там вас встретили? Встречали хорошо, люди хорошие встречались. Здесь задавали разные вопросы, но бывает и такие каверзные вопросы задавали. Был я по туристической путевке в социалистических странах, в капиталистической Турции был. Ну как вам Стамбул понравился? Стамбул – очень красивый город. Встречали люди, интересовались, как мы живем здесь, в Советском Союзе. Я работаю главным инженером проекта в Алматинском заводе тяжелого машиностроения. По роду моей деятельности мне приходится иногда бывать в заграничных командировках, в том числе в капиталистических странах. Находясь в служебной командировке в капиталистической стране, с первых дней чувствуешь особое пристальное внимание к себе со стороны специальных разведывательных организаций этих стран. В своих провокационных целях они иногда искусственно создают такие обстановки, в которых пытаются завлечь, запутать советских граждан. Поэтому нашим специалистам приходится всегда быть внимательными, предельно осторожными в таких ситуациях. Я работаю инженером в научной сельскохозяйственной институте. Три года тому назад я был в служебной командировке в Австрии. Случилось так, что всю обменную валюту меня вытащили. Представитель фирмы, с которым я поддерживал контакт, узнав о моей беде, предложил мне 500 долларов. Я тогда не знал, как поступить. В этом году действительно ко мне пришел человек, но совсем другой. Показал обязательно, обязательно написанное моей почерком. Мне говорилось, что я дал согласие представлять техническую информацию, за что уже получил аванс 500 долларов. Ловцы человеческих душ не скупятся на посулы. По их словам, на Западе у людей нет более важных забот, чем заботы о том, где лучше провести свой отдых. Они молчат о миллионах своих сограждан, руки которых тоскуют по работе, о людях, которые борются за мир и отстаивают свои права человека. Встречаются еще у нас такие, кто верит сказкам о роскошной жизни для всех там, за кордоном, о солидных счетах в банках. О такой жизни мечтали Дмитриенко и Харламов. Всмотритесь в их лица. Сегодня они пишут. Я осознал свою вину полностью. Я раскаиваюсь в своих действиях. Вчера они передавали за рубеж клеветническую информацию. Никольский кафедральный собор в Алма-Ате. Конституция СССР гарантирует верующим гражданам свободное отправление религиозных культов. Однако на Западе продолжают упорно твердить о преследовании религии и верующих в нашей стране. Особенно в этом усердствует так называемая истинная православная церковь за границей, окопавшиеся в США беглые последователи патриарха Тихона, который в дни революции предал большевиков и призывал к борьбе с советской властью. Им вторят еще встречающиеся у нас почитатели Тихона, называющие себя истинными православными христианами. На одной из тихих улочек Алма-Аты, отгородившись от мира высоким забором и свирепым собачьим лаем, и яромонах секты истинных православных христиан Фоменко призывал обманутых верующих не получать советских паспортов, не работать, не служить в армии. Для духовного одурманивания паствы было налажено подпольное изготовление литературы, крестов, свечей, икон. Фоменко и руководимая им группа проповедовали отказ от занятия общественно полезным трудом, от службы в рядах советской армии, иметь личные документы, выдаваемые государственными органами, такие как паспорт, военный билет, учиться в школе, участвовать в избирательных кампаниях, посещать кино, театры и так далее. Вы в этом свою вину признаете? Ну, в этом я сам ничего не делал. Секта эта запрещена законом, нигде не зарегистрирована, в котором вы руководили. В этом вы признаете свою вину? Ну как, мной руководили, а я руководитель такой. Объясните подсудимый Фоменко, вы признаетесь советскую конституцию? Нет, тогда не признаю. Он прикидывается темным, набожным. Но судят его сегодня не за веру в Христа, а за пропаганду против законов страны, в которой он живет. Чем вы недовольны? Какими законодательными актами советского государства? Так я хоть где буду жить, так недовольны будете. Хоть и в Китае, хоть где. Ну, паспорт грех я не хочу получать, вот и все. Оружие не буду брать. Враги – наше спасение. Если нас бьют, мы должны терпеть. Ну, я к войне. Сознавали ли вы, Фоменко, такое продолжительное время не работаете, что вы тунеядец? Я не тунеядец. Почему вы нигде не работали? Паспорт не брали, все, ничего. И так и прятались, и молились, ходили. Огромна наша республика. Люди более ста национальностей живут единой семьей и работают на ее просторах. Из инструкции ЦРУ «Находясь в России, старайтесь больше общаться с представителями национальных меньшинств. Евреи, немцы, греки. Убеждайте их вернуться на землю предков. Внушайте им, что только у нас они получат все, о чем можно мечтать». Рассказывают Иван Эммануилович и Берта Игнатьевна Энгели из Северного Казахстана. К тому назад мы получили письмо из Ферги. Там живут наши родственники, они нас приглашают в Сибирь жить. Обсудили мы это письмо с женой Берта и решили. Делать нам там нечего. Мы здесь родились, здесь выросли. Здесь живут наши родственники, друзья и сестра Лиза и ее муж Йоганн, они решили по-другому, уехали в Ферги. Ну вот, что они пишут. «Готен так, либо швейгерин, гриф, Йоганн, он бета». Ну, впрочем, немножко хочу написать про свою жизнь. «Эсгетун, сьернект, арий, гут, ну, мне очень хочется про свою жизнь писать. Все здесь по-иному. Вы там, кроме подоходного налога, ничего не знаете. А здесь, на Золотом Западе, так много приходится платить налогов, о которых я там, в СССРе, совсем и не знал. За квартиру я плачу третью, заработка. В общем, здесь сводим концы с концами. Обо мне вы не думайте. У меня нет счастья. Лиза тоже иногда не знает, что делать. В общем, живется здесь не сладко». Вот что рассказывают те, кто узнал вкус хлеба чужбины. «Я сделал такую роковую ошибку, уехав из Советского Союза, в Грецию. Приехав в Грецию, я устроился на работу на завод у одного маленького частного предпринимателя. Работая там, сравнивая работу в Советском Союзе и работа на капиталиста, я пришел к выводу, что работая в Советском Союзе, обо мне беспокоились за мой труд, за мой отдых. А там за меня никто не беспокоился. Буду я работать или не буду, или болеть, я заболею или не заболею. И из этого исходя, у меня возникла мысль скорее убежать обратно в Советский Союз. И сколько вы там были? Я прожил там 9 месяцев. С чего? Да. Я уехал в Грецию в 68-м году, уехал, был в Грецию, жил в городе Афин. Греция сама природа, море, все природы. Мне нравится, конечно, но мне не нравится система Греции и жизни. Очень трудная. С работой очень трудную работу найти. Здесь люди из Греции разъезжаются за границу в Австралии, в Германии. В сельских местах дома закрыты на 5-6 лет. Нет хозяева. И вот таким образом пожил я 7-8 лет почти. Потерпел. Думал, может быть, лучше. Ничего результата не было. В мирное время людям свойственно благодушие. Теряется чувство близкой опасности. Но о ней забывать нельзя. ловцы человеческих душ усиленно ищут пути, методы, с помощью которых можно было бы влиять на умы советских людей. Гостеприимно, хлебосольно, казахская земля. Тысячи гостей, туристов из разных стран встречаем мы ежегодно. Мы знаем, мир по-прежнему разделяют две идеологии, два образа жизни. Но мы верим в добрую сущность человека и потому говорим, двери нашего дома всегда открыты для тех, кто приезжает с чистой душой и добрыми мыслями. с и холдом и и и и и и и и Продолжение следует...